Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире Орин ТВ информационно-аналитическая программа «Резонанс» в студии Татьяна Штиллер. Поговорим о том, что не может не волновать каждого оренбуржца. Новогодние праздники не за горами. Тема для обсуждения – готовность города к торжествам. Новогодний переполох. Бирлянда новогодняя, чтобы было красиво. Много там на пестрого всяких ленточек и так далее. Это у нас елочка из Парижа. Закупили новые шары, порядка 190 штук. Это золотые, синие шары такие. Украшать город к празднику берутся предприниматели, чиновники и простые горожане. Европейские изыски или простота народных промыслов. Мне хочется, чтобы вот этот элемент тепла, уюта, добра, он присутствовал еще и во внешнем оформлении. Стою в Германии. Каждый домик, каждое окошечко вешаются, светящиеся звезды или какие-то шары. Сколько стоит новогоднее настроение? Город Оренбург потратил порядка где-то двух миллионов рублей. Кто за, а кто против елочных украшений? Ну я не знаю, какие большие деньги тратятся, но то, что чувствуется новогоднее настроение, все красиво. Ну раз в году можно. Ну и то, и чрезмерно. Зачем? Как будем праздновать, чему порадуемся? Своим мнением делятся журналисты Антон Цепилов и Татьяна Юлаева. Город готовится встретить Новый год. Каждый день на улицах появляются новые плакаты. То здесь, то там вырастают елки, составленные сосен или искусственные. Зажигаются гирлянды над дорогами и фасадами домов. Световые конструкции радуют глаз в вечернее время. Открытие елок стартовали уже накануне, но все самое интересное еще впереди. Как Оренбург преображается к празднику. Смотрите далее. Машатка дымковская. Она еще без деталировки, поэтому у нас сейчас пока только общая форма, а уже основная нарезка будет ближе к открытию. Уже не первый год разработкой новогодней городской тематики занимается главный художник Оренбурга Наталья Бравко. Пропагандист народных промыслов, как и в прошлом году, предложила горожанам вспомнить, как выглядят исконно русские ремесла. На баннерах и растяжках по городу символ года лошадь. В Жостовской, Городецкой и Пермагорской росписи. Новый год позволяет нам основываться на этих традициях, потому что они теплые, домашние, потому что они олицетворяют семейный очаг. Новый год – это праздник семейный, и мне хочется, чтобы вот этот элемент тепла, уюта, добра, он присутствовал еще и во внешнем оформлении, смотря, что на улице метет. Ледовые фигуры вокруг главной городской елки из-за льда режут скульпторы, приглашенные из Казани. Идет строительство ледового городка. Чистый лед на площадь у Дома Советов привозят с Коровьего озера. В ход идут бензопилы и скребки. Кроме символа наступающего года в проекте есть и другие задумки. Олимпиада будет обозначена на горках, а в остальных фигурах будет дымковская игрушка. А для самых маленьких посетителей у входа в ледяное царство устроят ларец для приема корреспонденции Деду Морозу. Самая высокая елка города – 22 метра в парке 50-летия СССР. Здесь повесят новые золотые и синие шары. Чиновники обещают новый свет и конкурс ледяных фигур. В этом году у нас было открытие дворика, который соединил район 70 лет в ЛКСМ с парком. Там теперь то же самое. У нас будет вся эта аллея подсвечена металлогалогенными прожекторами деревья. То есть красивые березы там. То есть будет шикарный вид. Елка на проспекте Гагарина украшена светящимися ажурными снежинками. Здесь зеленая красавица готова раньше всех, потому что в воскресенье у национальной деревни финиширует эстафета олимпийского огня. Я заметил в этом году, к Новому году начали готовиться действительно ближе к Новому году. То есть как бы раньше, что у нас чуть ли не в сентябре, уже елки собирали, да, так готовить. В этом году как-то попозже. Не знаю, с чем это связано. Ну вот, это, конечно, хорошо. А то как бы вся атмосфера праздника смазывается. Ну и, конечно, снегопады нам сильно подпортили. То есть, ну, с одной стороны, подпортили, что вот сейчас коммунальные службы бы, им бы сейчас разгрести бы снег, уж потом заниматься украшательствами. А с другой стороны, ну, хоть на Новый год что-то похожее, а то ведь предыдущие годы встречали в лужах. Ну, шикарные елки, вот с 2001 года, фактически, вот до нынешнего года, вот этот шик новогодний в городе присутствовал. Поэтому, наверное, в этом году как-то немножко все спрашивают, а что случилось, почему у нас до сих пор еще, собственно говоря, особо так нет иллюминаций красивой, почему у нас новогодних елок не так много. Ну, я, например, вот интересовалась этим вопросом у городских властей. Мне, например, объяснили это так, что город праздновал юбилей, очень много денег на это потрачено, действительно, юбилей удал сам, мы знаем, было очень много гостей, и мы сами там все принимали в этом всем участие. И что сегодня, как бы в целях экономии, в общем, вот мы решили отпраздновать наступающий 2014 год просто несколько поскромнее. Праздничное настроение, как ни крути, стоит денег. Известно, что, к примеру, в Москве на новогоднее оформление в этом году власти планируют потратить 230 миллионов рублей. Эта сумма ежегодно вырастает не меньше, чем на десятку. В Орске по предварительным подсчетам главная городская елка обойдется в 3 миллиона. В Оренбурге, включая спонсорские средства, от 4,5 до 5 миллионов рублей. Управление по наружной рекламе администрации Оренбурга отвечает за новогоднее оформление улицы Советской и елки в сквере у Дома Советов. Размещает баннеры и растяжки на основных магистралях города. Средства на это идут и бюджетные, и спонсорские. Основной акцент в этом году был сделан на центральную городскую елку. Большую финансовую часть оплатила «Газпром». В настоящее время, в соответствии с аукционными документациями, теми контрактами, которые сейчас заключены, город Оренбург потратил порядка 2 миллионов рублей. Не меньше потратится и округа. У нас есть программа развития территории, развития территории именно северного округа. Из этой программы эта сумма в целом вардировочная будет где-то 2,5 миллиона рублей. Но туда входит, я вам так скажу, это только порядка 20 световых елок, которые будут по округу. Это полностью ревизия, несколько тысяч закупка лампочек, которые будут. И все елки, которые ставятся, все игрушки, все остальное. Это с этой программой будет все приобретаться. Между тем, то, чем украшает город, не всегда нравится его жителям. Множество нелестных отзывов по поводу цветных конфетти на деревьях вдоль Советской еще с празднования Дня Города выслушивает главный художник. Это же пластик, так что максимум, что может с ним случиться, это он выгорит на солнце годиков через пять. Так что привыкайте к этим кругляшкам, они с нами надолго. Так вот мы и не хотим, чтобы красоту портили этими ужасными украшениями. Мне почему-то хочется побрюзжать, но не нравятся мне эти кругляшки. Хорошо бы их улучшили. Элементы, которые немного увеличены, но они сохраняют вот эту вот, какую-то семантику лично для меня. Потому что я вижу в них вот эти хлопушки, разноцветные игрушки. И для меня состояние Нового года, оно появляется как раз на городских пространствах. Неравнодушных празднику и предприятия торговли. И администрация довольна, и клиентов на радость. Одни из самых заметных – витрины ювелирных магазинов. Здесь о потраченных на новогоднее убранство средствах предпочитают не распространяться. Но изысканные украшения говорят сами за себя. Стиль у нас такой строгий, лаконичный. Поэтому и новогодние украшения мы стараемся сделать не сильно яркими пёстрыми, но очень заметными в городе. Ёлочка из Парижа. Конечно, немалые средства затрачиваются на это. Но мы не жалеем, потому что это, в общем, настроение, это праздник для детей, для взрослых. С тем, что город надо украшать к Новому году, большинство оренбуржцев не спорят. Вот только с затратами согласны далеко не все. Сейчас всё дорого. Сейчас что ни возьмите, всё дорого. Ну, тогда копейки платили за ёлки, а теперь вот тысяча с лишним. Ну, раз в году можно. Ну, и то, и чрезмерно. Зачем? Надо же всё-таки народные деньги, налоги, которые платим мы, должны беречься. Ну, перед Новым годом, мне кажется, надо. Я уж не знаю, какие надо средства, но что вот ёлки ставят, освещение, всё это красиво. На ёлку где-то порядка двух-трёх миллионов выделяется. Ну, в масштабе города это, конечно, мизер. Тем более праздник всего один раз в год, праздник массовый. Ну, практически, я думаю, любой, практически все горожане, кто способен ходить, они на ёлку сходят. То есть все придут. И, конечно, ну, там о чём? О двух миллионах рассуждать здесь как-то. Это же не 200, не 300, как в Москве. Поэтому это немного, нормально. Тройки лошадей, это же всегда как бы воспеты и в русском эпосе, и в русских песнях, и везде вот с тройками. Поэтому лошадь для нас, мне кажется, для русского человека, она ему очень близка и дорога. Поэтому как бы вот этот символ, то, что он как бы разработан нашими художниками, да, это очень интересно. И тем более, что он не, ну, не в одном экземпляре, так сказать, вот придумали бы такую лошадку, и всё бы кругом её украсили, ей украсили. Но всё-таки разнообразие есть. Другое дело, что у нас в городе очень много рекламы, и особенно уличной рекламы. Поэтому как-то не всегда заметно, что новогоднее убранство вот в этом вот во всём теряется. Приезжая там в Екатеринбург, в Челябинск, в Москву, ну, там такого уже нет, чтобы вот на каждом столбе по растяжечке, по флажочку, да что-то как-то где-то. Всё-таки город должен быть городом, а не витриной какой-то такой вот пёстрой. И уж если баннер там с лошадкой вешать, то он должен быть один, и его должны видеть со всех сторон. Так практически незаметно проезжаешь, и там реклама ванн, телефонов там и дальше, и вот как-то лошадка тоже непонятно. То ли это реклама очередных игрушек детских, то ли это, правда, что-то подарок какой-то городу. О том, сколько россияне готовы потратить на каникулы, и в частности на новогодние атрибуты, обсудим во второй части программы. Не переключайтесь. Это программа «Резонанс». Мы продолжаем. Подсчитывая городские миллионы, затраченные на новогодние атрибуты, мы задались вопросом, на что сами горожане готовы, чтобы создать праздничное настроение себе и другим. По данным в ЦИОМ, праздничные расходы россиян в 2013 году составят в среднем 16 тысяч рублей. Эта сумма уплывет из кошелька тех, кто планирует отмечать Новый год на родине, а у тех, кто собирается выехать за границу, средний бюджет 37 тысяч рублей. Более половины из 16 тысяч рублей уйдут на подарки, две трети от оставшейся суммы на продукты питания и треть на развлечения и отдых. А вот затраты на новогодние украшения столь незначительны, что практически не берутся во внимание. Некоторые интернет-издания считают, что новогодние затраты россиян приближаются к среднестатистическим тратам европейцев. При этом в расходах французов, немцев, чехов, финнов не менее 30 евро предусмотрено на елочные игрушки, мишеру и свечи. И едва ли не каждый дом в европейских городах и селах к Рождеству или Новому году выглядят как игрушка. Свидетелями новогодней атмосферы в зарубежных поездках не раз становились и сами оренбуржцы. В Оренбурге такие окошки встретишь нечасто. Татьяна Степанова – одна из тех, чей дом в прошлом году приметила конкурс на эжюри Северного округа. В номинации «Лучшие украшения частного дома» Степановы стали вторыми. Татьяна не любит привлекать к себе внимание, но не украсить дом к празднику уже просто не может. Праздник. Хочется, чтобы люди радовались. Очень хочется. Как-то чтобы было красиво, нарядно, чтобы люди ценили еще. Очень хочется. Дед Марус и Снегурочка на балконе, гирлянда над входом. Украсить дом к празднику помогает подруга-дизайнер. Пример Татьяна взяла с жителей европейских городов. На Рыге я была. Очень красиво там они, конечно. И они живут как-то по-другому. Они все такие доброжелательные. И у них это очень разное. Они свои дома очень любят, очень украшают ко всем праздникам. Своими впечатлениями от зарубежных поездок и фотоархивом делится президент благотворительного фонда Евразия. Я помню начало 90-х, когда я впервые оказался в Париже. И именно на Новый год я поехал. Я работал в Германии тогда. И вот эта огромная улица, огромный проспект, можно его назвать так, он весь был усеян огнями и огромное количество людей. Это была именно такая световая какая-то иллюминация. Украшательство собственного жилища у европейцев в крови. И все это делается не по просьбе властей, а конкурс на лучшее бранство скорее негласный. Я часто бываю там на юге Германии. Каждый домик, каждое окошечко, цветочки ухожено. То есть, ну, как-то вот это все так, как кукольные домики такие. Это же люди делают, никто их не заставляет что-то высаживать и что-то делать со своими домами. Они считают, что это элемент уюта их собственного. Вот, и этот же уют создается и для просто горожан, которые живут в этом городе или приезжают туда. Видео из Австралии в начале декабря стало самым популярным в интернете. Семья Ричардсов попала в книгу всемирных рекордов Гиннесса, украсив дом к Рождеству самой длинной в мире гирляндой. Количество разноцветных лампочек в гирлянде свыше 500 тысяч штук. Семья открывает свой дом для посетителей, чтобы собрать деньги на благотворительные цели. Одним из первых откликнулись местные энергетики, пожертвовав 2000 долларов. На подобные подвиги оренбуржцы пока еще не сподвиглись. Хотя традиции украшать дома и у нас имеют вековые корни. Такие же традиции существовали еще в Петровские времена, когда он велел каждому жителю дома хотя бы по еловой ветке вывешивать на свой забор. Поэтому обращение горожанам, горожане, чтобы проявляли свою активность и в первую очередь не пытались критиковать городские власти, а начинали с себя, в конце концов, для того, чтобы город формировался, как культурный центр, наверное, каждый житель этого города неравнодушно должен относиться и к тому месту, где он проживает. Украшаем свои дома тоже, вывешиваем, рисуем на окнах. У меня муж всегда рисует на окнах красивые рисунки. Ну и фонарики, конечно, ночки. Город надо украшать к Новому году, как на Советском сделали, красиво. Муниципалитет должен заниматься. Тот, кто был за границей в Европе, видит, насколько ярко и красочно там отмечает Новый год. Ну, Рождество, Новый год там, праздник вторичный, но тем не менее. И сколько денег там на самом деле вкладывается в создание этого праздничной атмосферы. Это на порядке больше, чем у нас. В России и в Оренбурге конкретно. То есть даже не в разы, а в десятки раз. И, конечно же, хотелось бы, чтобы праздник был ярче. Чтобы я не только прогулялся по Советской, где действительно все сверкает, но шаг вправо, шаг влево, и мы проваливаем все в полную темноту. Никаких украшательств, хотя там частный сектор или даже нечастный сектор, практически ничего нет. Но, опять-таки, надо понимать, нельзя силовым каким-то принудительным методом. А вот мы все в этом году в 10 раз увеличиваем бюджет на праздник, и все. И ни у кого не спрашиваем. Это, конечно, вызовет только глухое раздражение у людей. Люди сами должны дозреть до того, что Новый год – это праздник, что мы сами себе создаем настроение. Не кто-то там за нас создает, а мы сами его себе создаем. Ведь в том же частном секторе никто не запрещает там собственный дом, там, елочку как-то украсить во дворе растущих, лампочки повесить, на окошке что-то вырезать, там, наклеить. Но ведь это не делается. И, конечно, для таких людей, если мы сейчас как-то увеличим бюджет и праздник, то это вызовет только раздражение. Люди сами должны быть к этому готовы, а не принудительным методом. Есть люди, у которых есть возможность там порадовать не только себя, но и своих соседей. Почему бы там не выйти, встретив Новый год или там до Нового года, еще что-то там придумать в подъезде, у подъезда, поставить елочку, может быть, там, ее как-то нарядить, повесить что-то на подъезд, на дверь подъезда, да, там, чтобы было видно, что мы там отмечаем Новый год. Но эта инициатива именно должна исходить от нас, от самих. Это даже, мне кажется, не нужно никому ничего организовывать. Это каждый должен организовать сам себя. Потому что не будешь же ты бегать по подъезду и спрашивать там у соседей, а вы не хотите принять участие в украшении подъезда? Украшать свой дом снаружи или только изнутри, каждый решает сам. С понедельника в Оренбурге ежедневно будут проходить открытия новогодних площадок. 30-го числа праздничные огни зажгутся на главной елке города. Не забудьте, завтра Оренбург ожидает большое событие. По улицам города пробегут сотни людей с Олимпийским огнем в руках. Все остальные будут лишь свидетелями этого. Факел принесут практически по всем районам города, и движение транспорта будет ограничено. Так что стоит задуматься. Выезжать ли из дома в воскресенье? А в следующую субботу с экспертами обсудим итоги резонанса. На этом все. До встречи, нового любимого. Редактор субтитров А.Семкин